Грязь, колеса и адреналин в Большом Камне прошли соревнования по дисциплине мотокросс. Мероприятие стало частью первого этапа Всемирных океанических игр, соревнований по водным и прибрежным видам спорта. Спортсмены из разных уголков Дальнего Востока состязались в различных классах, от самого мощного 500 кубических сантиметров до детского 65 кубиков. Дорогие друзья, сегодня мы открываем пилотный этап первых в мире Всемирных океанических игр. Всемирные океанические игры не имеют аналогов в мире. Основная цель проекта – это объединить быстро развивающиеся водные, океанические и прибрежные виды спорта на новом технологическом уровне, на цифровой платформе. Проект позволит объединить профессиональных спортсменов, любителей, зрителей, судей, всех неравнодушных к активному образу жизни и спорту. В каждой номинации участники совершили по одному заезду. По словам спортсменов, трасса была подготовлена замечательно, но прошедший дождь усложнил условия для преодоления дистанции. Поэтому отменили заезды самых маленьких спортсменов, которые выступают на мотоциклах с объемом двигателя 50 кубических сантиметров. Соревнования такого статуса у нас проходили впервые на Дальнем Востоке. Да и вообще, как оказывается, что это впервые в мире такие соревнования. Очень приятно, что именно в нашем регионе и хотелось бы, чтобы это стала традицией и продолжалось в последующих годах так же. Всемирные океанические игры – это современные мультиспортивные масштабные соревнования. Их планируют проводить раз в два года в разных странах мира. Участником соревнований может стать любой житель земного шара. Изюминкой проекта стало сочетание спорта и современных цифровых технологий, искусственный интеллект в судействии и отборе, панорамные фото, видео 360 градусов и многое другое. Организаторы считают, что проект даст импульс развитию как быстрорастущих видов спорта, так и новых индустрий – от развития спортивной и тренировочной инфраструктур, спортивного туризма, киберспорта до фэшн-индустрии. Олег Завьялов, Кирилл Самойлов. Новости на Восьмом.